Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет и так далее. Все про прививки. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Прошу правительство, везде сегодня говорят, прошу правительство. Правительство то, правительство это. Прошу подумать, прошу нарисовать, прошу расширить программу, прошу придумать программу. То есть в будущем. Что-то надо в будущем там сделать. Сейчас ничего делать не надо. А вот в будущем обязательно надо. И значит с 1 июля текущего года профилактический осмотр и диспансеризацию сделать. А для этого запустить мобильные комплексы. Охренеть. Я помню как в 95 году мы шли на выборы и у меня был Олег РМ. Это скорая помощь. Это была частная скорая помощь. И я врачей посадил на КамАЗ Торос. С будкой трехосной. Потому что другой не проедет. Я не знаю какие модули мобильные Путин будет засылать. Но дорог то нет. И мы видели как на санях врачей возят. Как скорую помощь тракторами тягают. И там все умирают. Потому что скорая помощь и эти сани там застревают. Вот. И тогда в 95 году. Почему я это сделал. Потому что у меня подруга была Наталья Юрьевна. Она работала вне сельской гигиены. И в клинике профессиональной болезни. И она выезжала в село. И рассказывала совершенно удивительные вещи. Которые я потом и узнал. Что там в общем страна непуганных идиотов. И если вот послать такой мобильный комплекс. То люди проголосуют за чем угодно. Самое главное. Ну там померить давление. Что им нужно. Померить давление. Посмотреть. Написать какой-нибудь там. Какой-то рецепт. Дать вкусную таблетку бесплатно. Да. И все. И эти люди пойдут и проголосуют. Потому что к ним хоть кто-то приехал. Для них это такое событие. Они приходят женщины на осмотр в нижнем белье. На котором висят этикетки. То есть вот эти. Не такие просто этикетки. Там вот так взади. А бумажные этикетки. Ценники. Чтобы показать. Что это новое. Что это они одели. Не одеванные к врачу. Что они врача уважают. Поэтому Путин таким же путем собирается выборы делать. Да. Ну. Люди очень сильно не любят. Какая-то часть все-таки осталась в селе. Вот. Их будут агитировать таким образом. Да. Потому что дальше он рассказывает. Одна из мишеней. По которой прицельно бьет коронавирус. Это сосуды и сердце. Вы видели. То есть коронавирус. Это и люди вымирают. И там дальше вы увидите. Он говорит про бедность. Тоже от коронавируса. А теперь сердечно-сосудистые заболевания. Да. Инсульты. Инфаркты. Инсульты. Вот из-за чего оказывается. Не из-за того. Что они все профукали. Сволочи. А из-за того. Что он бьет по сосудам и сердцем. Ну какой он. Да. Все это от коронавируса. Там в Туле какие-то. Помню. Были. Забредельные совершенно. Смерти от инфарктов и инсультов. Просто. То есть. Относительно всей России. Что-то там зашкаливало. Да. Но. Тогда никто и не знал про этот коронавирус. Но теперь мы узнали. Что это оказывается от него все. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделять гражданам сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сердечников лечить при помощи вот этих модулей. Которые приезжают туда. На Худыкину гору. Один раз в сто лет. Можете себе представить. Сердечников так лечить. Обхохочется. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры противодействия болезням. Которые являются основными причинами преждевременной смертности. Эти как уже сказал сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того. Злокачественные образования. Болезни органов дыхания. Можете себе представить. То есть. Вот эти модули. Будут лечить. Онкологию. Инфаркты. Инсульты. И болезни органов дыхания. Ну просто объект. Выездными бригадами будут они лечить. Я еще раз говорю. Они никуда не проедут. Потому что дорог нигде нет. Потому что на санях ездят. На тракторах ездят. И так далее. Много молодых в жизни уносит и гепатит С. Значит здесь тоже необходимо решение. Которое позволит в горизонте десятилетия свести к минимуму. Это опасно для здоровья на С. В горизонте десятилетия. А у тебя прошлого десятилетия не было, сука. А позаврослого, сука. У тебя не было десятилетия. Почему тебе в будущее десятилетие это нужно? Может быть молодые люди без тебя обойдутся. В своем будущем десятилетии. Представляете какая мразь просто. Конченая. Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях, на курортах. Предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу. По которой гражданин возвращает с 20% его затрат на туристические поездки по России. Туристические поездки по России стоят дороже, чем в Турции. Многократно. А они 20% собираются. Вот. 5 баллов. То есть это называется дать милостинку. И с процентами получить назад. Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых надо сделать максимально доступным. В этом сфере предлагают в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Ну вот смотрите какие там летние лагеря. Посмотрите что там происходит. Кормят говном. Люди, дети живут хер в каких-то деревянных бараках. Ходят в деревянные сортиры. Умываются вот в таком умывальнике. А люди пишут. Причем в АТО пишут. Вот в Одноклассниках. В ВКонтакте. Мне постоянно присылают. И насмехаются над ними. А мы не так жили. Мы вообще в палатках. И так далее. Там при коммунистах. Но при коммунистах вас денег не брать. А сейчас у вас 50% берут. Артисты. Жесть. Для таких ребят программ частично возврат средства туристического путевка будет действовать в каникулярный период. Ладно даже не хочу это говно читать. Хочу подчеркнуть здравоохранение во многих ведущих странах. Мы это хорошо знаем. Собственно они сами об этом говорили. Не смогло так же эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии. Да. Они не смогли отразить вызовы эпидемии. Но не так же эффективно, как вы. Вы вообще забили на это. Пол России умерло. Он отразил. Отразитель. Неотразимый. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, проведении операций, реабилитации, производстве лекарственных препаратов. И тут обратите внимание просто уникально. И наша задача поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны. Туалетную бумагу, блядь, вначале поставить. В больнице дурак. Телемедицину, искусственный интеллект в больнице, новые подходы в диагностике и так далее. У него стоят аппараты рентгеновские, которые еще Клару Цеткин привезла, да? Или Чершин. Помните, да? Стоят кровати еще в Ростове, которые Чершин привезла, ну не ему, а в Советский Союз в 43-м, в 44-м году, да? Или в 43-м. По фотографиям эти показывали. А он там про искусственный интеллект. Кровать будет с искусственным интеллектом. Так, и именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранника. Какой новой технологической? А старой-то нет. Здесь, ну понятно, что если мы выкинем Путина, мы все сделаем заново и сделаем хорошо. Но это-то куда лезет? Здесь не должно быть очередей трудностей с записью на диагностику профильному специалисту с получением рецептов и больничных. Мы много в последнее время об этом говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно начинать это делать эффективно и быстро. Куда, на что деньги выделены и сколько этих денег, да? И откуда вы возьмете специалистов, чтобы к ним не было очереди, да? Может быть больниц стало больше? Ну, сегодня мы еще об этом поговорим. Сколько стало больниц, сколько поликлиник и так далее. Боба об этом ничего не сказал. Напомню также, что расширена и продлена программа до 2026 года. Программа материнского капитала и прочее, и прочее. С первого января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание. Уж мы наслышаны. Нет, наверное, школа, где бы не отравились от этого бесплатного горячего питания. А еще фотки, да? Когда в тарелке с водой написано, это суп. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату всеми, где растут дети школьного возраста. А именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. То есть, по 10 тысяч это будет 1 августа как раз, да? И более того, распространить эту меру на будущих первоклассников, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. А так было бы смешно, да? То есть, эти первоклассники пойдут им не дать. А всем остальным... Это же для подготовки к школе 10 тысяч. Просто я так понимаю, что школьные принадлежности и все остальное, это тоже бизнесы кого-то из путинских, да? И если не будет денег, да, значит, будут покупать меньше. Ну, значит, надо стимулировать и сказать, что, видите, вот мы как хорошо постарались-то. По 10 тысяч вам гуляют в Анина, да? Представьте, ну, в любом случае, если такой патологически жадный чел, как Вова, дают по 10 тысяч на детей, да, для подготовки школы перед выборами, значит, у него так горит, значит, они ожидают на этих выборах такую хрень, они уж точно не выбора, они ожидают. Они ожидают восстания, очень этого боятся. Я прочитал, недавно мне прислали бумажку одну, которую адвокаты выдергнули. И это отчет был у ФСБшников. И ФСБшники, я так понимаю, никуда-то это прилепили, там, где это было засекречено. Ну, проморгали, адвокаты сфотографировали. Там такое написано, брат, подготовка, 5-11-17, я писал, как Вова дарестал. Это просто. Кстати, часть этого в официальную вышла в Википедию, ад, подготовка. Посмотрите, вы охерените, что они там, по мнению ФСБ, там что было, просто. Я думаю, что если они так докладывали, Вове, просто из них жидко все вытекало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!